итак у нас сегодня с первым занятием лекция лекция интерактивная что это значит это значит что я буду вам давать определенные факты и прикреплять их к опорному сигналу который у нас есть и буду обращаться к вам за вопросами если у вас будут какие-то вопросы вы мне их задаете если у вас нет никаких вопросов вопросы задают итак у нас с вами есть опорный сигнал это колонна в которой зашифрована вся адвокатура и мы сегодня будем говорить про часть этой колонны очень неприятная часть но вообще-то юриспруденция занимается большей частью как я посмотрел именно эту часть а юриспруденция занимается наказанием но особенно в ангцессонской системе право это видно там идея такая право вступает в силу тогда когда есть конфликт а вид конфликта это наказание наказание же следует за каким-то конфликтом социальным конфликтом конфликтом между между людьми но конечно социальный социальный конфликт так вот мы будем сегодня говорить о наказании о наказании и в контексте нашей дисциплины наказание адвокатов как ну сегодня как, за что мы не будем сегодня говорить, мы будем сегодня говорить о так. То есть, как эта процедура, по какой процедуре адвокатов наказывают. Ну, перед тем, как все-таки надо говорить чуть-чуть о том, за что, за что и какие есть системы. Например, что может предположить, по какой статье главного кодекса самое большее привлекается адвокатский кодекс на первом месте. Ну, за что адвокат? Датчик взятых должностному лицу. Как? Датчик взятых должностному лицу. Ну, адвокат не может быть субъектом взятки, потому что он же как бы не от себя дает. Ну, какая разница? Посредничество. Да, посредничество. Посредничество не на первом месте. Ну да, одна из тройку в тройку входит, но не на первом месте. Пожалуйста, еще одно угон автомобиля. Угон автомобиля. Адвокат выходит такой, говорит, что это такое? Зачем я занимаюсь? Тут прокурорский Volkswagen, что-нибудь хорошее какое-нибудь, Porsche, а я тут вот на девятке. Садиться и угоняй. У вас тоже неплохо. Ну или у вас. Хорошо. Я раскрою секрет. Это мошенничество. О чем идет речь? Адвокат говорит своему клиенту. Слушай, тут следователь просит, надо-то столько-то собрать. Ну, клиент куда делается? Клиент собирает. Адвокат берет и гад не отдает следователю. А просто так сам выигрывает дело или не выиграет, это уже не важно. И когда следователь потом узнает, он очень обижается. Ну, как так? Со мной не поднялись. Что за ерунда? И тогда адвоката за мошенничество. За присвоение вот этих денег. Это уголовная ответственность. Ну, здесь оно понятно. Уголовное, у вас есть отдельная дисциплина, уголовное право. Можно наказать по уголовному, по уголовной ответственности. Какие еще ответственности виды знаете, кроме уголовной? Пожалуйста, административное. Можно адвоката за административность наказать? Максим. Ну, пример какой-то приведите. Адвоката наказывает какую-то административную статью. Не заплатил там. Максим. Единственное что? Речь идет о контексте адвокатской деятельности. Да, он вот именно свои деятельности. Конечно, на улице он может всю штуку. А вот административное, но в контексте его работы. Оскорбление от него, да. Максим. Есть. Надо хотя бы привести это по проявлению уважения к суду, но там, по-моему, дисциплинарно. Да, да. Вот там, кстати, ну давайте, это хороший кейс. Есть, да, но это как бы административно. Одно тех, кто их называет процессуальной ответственностью. Это такой вид… Ну, как бы, которая не устоялась науне административное – есть там невыполнение требований председательствующего, административная ответственность, распоряжение судьи. И там написано, что адвоката нельзя привлечь к этому виду административной ответственности. Почему? Чтоб адвокат не был зависим от судьи. Также и прокурора, а судья не может прокурора также привлечь к административной ответственности. Ну, можно придумать какие-то административы, давайте пойдем в следующий, еще какие знаете виды ответственности.